За год один больной заражает 6 человек. Но если вовремя выявить носителя инфекции и оградить его от контактов, то новых больных туберкулезом не появится. В этом специалисты уверены. Туберкулез был и остается заболеванием социально неодобряемым. Многие больные сами признаются, они не паркуются рядом с этим диспансером, чтобы остаться максимально анонимными. И эти машины, которые вы видите здесь на парковке, скорее всего, принадлежат либо медперсоналу, либо местным жителям. Хоть и боятся за репутацию, но все же приходят и лечатся. Заболеваемость туберкулезом, как говорят врачи, в крае снижается. На сегодняшний день снижение заболеваемости взрослого населения произошло на 2,7%. Смертность снизилась на 4,5% от туберкулеза. На сегодняшний день профилактическими осмотрами охвачено 8,5% населения Алтайского края. В целом по стране этот показатель 7,7,3%. Флюорографический осмотр люди стали проходить чаще. Здесь есть заслуга и руководство предприятий, которые теперь специально направляют сотрудников на обследование. Постоянный мониторинг – лучшая профилактика. Если не выявить вовремя заболевание, то, извините, уже заболевание выявится на вскрытии. Поэтому пройти флюорографию доза облучения 0,01 милизиверт, это доступно всем, это доступно каждому. Профилактика туберкулеза – это просто здоровый образ жизни. Главное – бросить курить и меньше волноваться. Стресс, иммунитет ослабляет. Лучше предотвратить, чем лечить. Тем более лечение туберкулеза – вещь очень дорогостоящая. Например, одна баночка таблеток, которую сейчас держат в руке в тизеолог, стоит 800 тысяч рублей. Это на одного человека. На этот препарат выделяются деньги Москвой. То есть он приходит даже не деньгами, он приходит именно к коробочке. Оно применяется для больных, на которых препараты основного ряда не действуют. В прошлом году в Крае таких было 133 человека. Самый лучший способ уберечь себя от туберкулеза, говорят медики, прививки и проведение эпидемиологических проб, манту и диаскин-теста. У нас в последние годы, если ребенок умирает от туберкулеза, это ребенок непривитой БЦЖ в роддоме. И это мы уже имеем на многочисленных примерах. Потому что если у него тяжелый менингит, допустим, генерализованный туберкулез, в первую очередь мы выясняем, а прививался он? Нет, не прививался. А иммунологические пробы делались? Нет, не делались. Прививка не защищает от заражения, но если привитый человек все же подцепил туберкулез, то болезнь протекает значительно легче. Единственное оправдание не прививаться, уверены специалисты, должно быть показания, а не соображения идеологические. Но количество отказников от прививок растет. В 2017 году в Крае их было около 1800, в 2018 почти в два раза больше. Как говорят врачи, это один из немногих факторов, который пока мешает нам приблизиться к уровню Европы по заболеваемости туберкулезом. Кстати, для справки, в Италии вопрос решили просто. Детей без прививок или данных иммунологических тестов просто не берут в школы. Андрей Дрейер, Андрей Печоркин. Наши новости.